Холокост 10 лет посвятила работе над монографией под названием «Холокост в академической музыке». Это первая в Европе книга, которая отобразила сотни произведений, написанных музыкантами разных национальностей о массовом уничтожении евреев. Я хотел бы еще раз подяковать Несу Федоровну Двужильну, которая присвятила свою монографию именно теме Холокоста. И она будет как раз таки служить, напомином того, про те его чудесные подеи. А нам давать надею на то, что на территории нашей республики это никогда не повторится. В годы Второй мировой войны евреев приравнивали к рабам. На принудительной работе их не кормили и ничего не платили. За малейшую провинность, даже за желание разогнуть спину, жестоко убивали. Монография Несы Двужильной уже завтра появится не только на полках в музыкальном колледже, но и в университетах страны. Я хотела бы, чтобы каждый год в этом концертном зале мы встречались на этом мероприятии, разговаривали, беседовали. Может быть, и не в таких рамках, но больше звучало музыки, потому что музыка – это эмоциональный тон. Цифры, может быть, они уйдут, но художественная литература, но музыкальное искусство, оно для нашей или к нашей молодежи найдет гораздо более стремительный, наверное, путь, нежели простые цифры. Тема катастрофы массового истребления евреев нацистами впервые в Гродно было передано через звуки музыки. Подобная практика будет продолжена. Ведь самое мощное и сильное оружие против нацизма – это человеческая память. Алавначко Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова